Шалом! И добро пожаловать на Вахафта, Исраэль! Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Мне вспоминается, что Павел сказал молодому Тимофею. Павел готовился закончить свое служение и сказал, «Проповедуй слово, исполняй свое служение». Он сказал ему, «Обличай, запрещай, увещивай людей». И дальше он говорит, «Будет время, когда здравого учения принимать не будут». Люди обратятся к басням и легендам вместо того, чтобы фокусироваться на истине Божьей. И мы видим начало этого сегодня в нашем изучении Евангелия от Матфея. Мы на прошлой неделе видели, что Иешуа в день субботний произвел восстановление человека. Он показывает нам истину шаббата. Он показывает нам, как шаббат предвосхищает то, что мы можем ожидать в Царстве Божьем, в Царстве Целостности. В этом поистине суть спасения. Так Бог предопределил всему быть, чтобы оно было восстановлено согласно Его совершенной воле. И это так печально, что религиозные лидеры того времени противились Иешуа, Его истине, Его делу. Всему тому благому, что Он делал до такой степени, что, как мы видели на прошлой неделе, как после этого великого чуда, которое произвело хвалу в синагоге, лидеры ушли недовольные. Они вышли в гневе и стали умышлять, как бы им погубить Иешуа. С этого мы и начнем наше изучение сегодня. Итак, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 12 главу. Евангелие от Матфея, 12 глава. И мы начнем с 15 стиха. Мы читаем в этом стихе. «Но Иешуа, узнав их намерение, зная их план, сказано тут, удалился оттуда, и многие толпы последовали за ним». И опять, я подчеркивал это ранее, здесь не просто сказано «великое множество», но мы читаем многие толпы. А что подразумевает это утверждение? Что ж, из этого мы приходим к заключению, что Иешуа касался многих разных общин, многих разных индивидуумов, различных бэкграунд. И нам необходимо понять, что Слово Божье проникает в людей и имеет значение, какова их раса, цвет кожи, каков их культурный бэкграунд, как их воспитывали, на каком языке они говорят. Но когда Слово Божье возвращается, когда сила Божья демонстрируется, истинные люди замечают это. И что я имею в виду, говоря «истинные люди»? Люди, которые поистине ищут Бога, которые хотят того, что Бог обещал, а они хотят этого восстановления. Они хотят, чтобы Бог действовал в их жизни. Они хотят, чтобы истина была основанием их жизни. Когда они видят истину и силу истины, они откликаются. Но вот что так печально. Те лидеры этого не сделали. Они хотели погубить Ешуа. Мы снова читаем в 15 стихе. Но Ешуа, узнав, удалился оттуда, и многие толпы последовали за ним. И заметьте, что сказано в 15 стихе. «И он исцелил их всех». Они демонстрировали посвящение. Следовали за ним. И то, что Писание говорит нам, очень просто понять. Благодаря своей верности, тому, что они следовали за ним, они пережили это восстановление. Начали переживать то, что Божья воля стала утверждаться в их жизни. Позвольте мне задать вам вопрос. А вас это интересует? Вы заинтересованы в том, чтобы Бог утвердил свой порядок, свою волю в вашей жизни, чтобы вам пережить восстановление, но это восстановление приходит с целью, чтобы вы были восстановлены и стали тем, кем Бог хочет, чтобы вы были, чтобы вы делали то, что Он хочет. Понимаете, незрелый человек, который не хочет верить, чем он поглощен? Какая его цель? Узнать, как сделать так, чтобы Бог делал то, что он хочет. Это не духовность. Такой человек не понимает откровения Слова Божьего. Это эгоистичный человек, который принимает языческую, прелюбодейную форму так называемого христианского послания. «Не обманывайтесь, а будьте людьми, которые переживают Божье восстановление, Его силу и порядок в вашей жизни». Итак, мы читаем. «И Он исцелил их всех». Теперь посмотрите 16 стих. «И». И это слово «повеление». Это даже слово «обличение». «И Он знает, что они намерены сделать». И говорит им, повелевает им и приказывает им, чтобы они не объявляли о Нем. А что это значит «не объявлять о Нем»? Что ж, мы говорили об этом несколько раз, о мессианской тайне. И была путаница. Многие люди лишь ожидали Мессию. Они не читали всех пророков. Они только делали акцент. Они помнили только такие пророческие утверждения о Мессии, что Он уничтожит их врагов и восстановит их царство в Иерусалиме. И что Мессия будет их царем, победоносным царем, и будет благословенное царство. Это все, о чем они думали. Они игнорировали многочисленные пророческие стихи, которые говорят о том, что вначале Он придет не установить свое царство, но для того, чтобы разобраться с грехом, произвести духовное восстановление, сделать так, чтобы царь царей, Господь господствующих правил в их жизни, прежде чем Он начнет править над всем творением. Они игнорировали это, поэтому Мессия говорит, «Еще не говорите людям, кто я». Я хочу, чтобы они поняли основную, главную, первую цель Мессии. Так что Он предупредил их, повелел им еще не объявлять о нем. И затем мы читаем 17 стих. «Да сбудется сказанное через пророка Исайи». И вот опять мы видим что-то. Снова и снова мы видим в Новом Завете, как Мессия говорил о себе, кто Он, что Он делает, что Он сделает. Все это основано на пророческом откровении. И вот почему я говорю это часто, но это поистине так. И к несчастью, это так печально, что люди игнорируют пророческую истину. У них нет пророческого понимания того, что важно для Мессии. Почему Он пришел в первый раз, и зачем Он вернется снова? И если вы не понимаете пророческого откровения, «Мой друг, я обещаю вам, что вы запутаетесь в определении пути Мессии». Таким образом, мы имеем здесь пророческую силу. Он сказал, что все это произошло для того, чтобы исполнилось в словах, сказанное через пророку Исайя. «А почему через Исайя? Почему акцент делается на нем, а не на каком-то ином пророке?» Ответ очень прост. Исайя часто говорил о Мессии как о страдающем слуге, о том, кто поулжит свою жизнь, кто придет смиренно, а не так смело, как когда вернется. Еще раз. Досбудется сказанное через пророка Исайю, который говорит, 18 стих, «Вот мой слуга». С этим словом мы встретились несколько недель назад. Это то же самое греческое слово «пес», и оно означает «молодого человека», верного слугу. Помните, как я говорил вам, что сегодня есть обманутые люди, которых иначе и не назвать, как злонамеренными лжецами? Обманщиками. И эти люди говорят, что слово «пес» означает «молодого человека», находящегося в гомосексуальных отношениях со взрослым мужчиной. Это лживое утверждение. Такое происходит из глубин ада. Говорить такое мерзко и богохульно. Но на самом деле это слово говорит о верном слуге. Оно также может быть использовано как синоним слова «сын». Читая это местописание, мы видим, что оно говорит о том, что Мессия пророчески «сын Божий» и этот верный слуга. Вот что он хочет сказать. Еще раз, 18 стих. «Вот мой слуга, которого я избрал, возлюбленный мой, которому душа моя». Обычно эта фраза значит «благоволит», но это слово значит «определять что-то как хорошее». Так что, когда Бог Отец оценил своего единородного сына, он увидел, что все, что он сделал, было хорошо. А что это значит? Что ж, так часто я говорю, что слово «хорошо» означает «в соответствии с волей Божьей». Так что мы узнаем, что Мессия исполнил волю Божью и исполнил ее совершенно. Теперь посмотрите на некоторые другие вещи, которые сказаны о Мессии здесь. Мы читаем о воле Божьей в середине 18 стиха. «Положу дух мой на него и возвести народам суд». Заметьте, что это будет в будущем. Тут говорится не о том, что он пришел сделать в первый раз. Но он тот, кто приведет все в порядок. Он не только царь царей, Господь господствующий. Но одно из слов, которое часто используется для описания Мессии, это то, что он судья. Как мы видели в Писании, слово Божье говорит, что весь суд был отдан сыну. «Положу дух мой на него и возвестит народам суд». 12 стих. И это слово означает «ссориться», «быть склонным к ссорам». Он не будет таким. Следующее слово означает «кричать». И вот здесь говорится «Мессия». Когда он придет в первый раз, конечно, мы говорим об Иисусе из Назарета, Иисусе Христе, нашим Господе и Спасителе. Придя в первый раз, он не придет смело, оживленно, шумно. Нет. Тут сказано, что он не будет ссориться и не будет кричать, и никто не услышит его голоса на улице. Он не будет привлекать к себе внимания каким-то громким образом. Он приходит мягко. Он приходит смиренно. Он приходит не привлечь к себе внимания словами, но делами. Он спокойно проявляет. И вот ключевой момент. Силу Божью. И он это делает, используя эту силу, которая является его собственной, для того, чтобы произвести восстановление, восстановить все согласно воле Божьей, порядку Божьему и целям Божьим. Вот как Дух Божий действует в жизни верующего. Итак, он приходит смиренно, тихо, таким образом. Далее мы читаем, посмотрите, 12 стих. Тростник. И что это? И это то, что растет на берегу моря, на берегу рек. Писание говорит, тростник надломленный, не сломает, и лен дымящийся, не погасит. Он приходит не для того, чтобы сделать эти могущественные вещи, чтобы произвести великое изменение в мире. Нет. Вначале он приходит, чтобы произвести, и вот ключевой момент, великое изменение в вашей жизни. Он может изменить жизни людей, и мир даже не замечает этого. Но мир может заметить измененную жизнь, вашу измененную жизнь. Вы можете произвести изменения. Но это изменение появится только тогда, когда вы перестанете пытаться исполнить то, что хотите вы, что кажется правильным в ваших глазах, и начнете покоряться истине Писания. Итак, он приходит тихо. Он не надломит, не сломает тростник. Он не погасит дымящийся лен. Тут сказано, пока не. И это важно. Посмотрите в 20 стихе. Пока не вынесет. Это слово означает сделать что-либо мощным образом. Вынести что-либо. И это не то, что делается тихо, но смело. Пока не вынесет в победе. И вот ключевой момент. Суд. Вы слышали это? Он вынесет смело в победе. Это связано со вторым пришествием. Понимаете, Писание говорит, к примеру, в третьей главе Евангелия от Иоанна, что Мессия в первый раз пришел не судить или отсудить мир или кого-то еще. Он пришел для того, чтобы мир мог быть спасен. Это значит, что потенциально каждый человек может откликнуться на Евангелие. Но когда Мессия придет снова, он вердется смело, так что произведет изменение мира, и это установит победу. Победа связана со словами «спасение» и «царство». И он это сделает. Заметьте, что 20 стих заканчивается словами о суде. 21 стих. «И именем его народы». Здесь опять, в широком смысле, не только Израиль, не только лишь несколько народов. «Именем его». Это единственное имя, данное мужчинам и женщинам, которым надлежит им спастись. Итак, именем его народы будут что? Обретать надежду. И это так вдохновляюще, что есть надежда. И поймите следующее. Библейски говоря, надежда всегда, всегда, всегда связана с обетованиями Божьими, как они указаны в Писании. Мы имеем надежду согласно тому, что открывает нам Слово Божье. Наша надежда – это не то, чего мы хотим, не то, что, по нашему мнению, было бы хорошо, и что мы себе вообразили или представили в уме. Все это не надежда, а список наших желаний. Здесь мы говорим не об этом. Мы говорим о людях, таких как патриархи, которые были движимы вести себя по вере, поскольку они стремились к обетованиям Божьим. И где мы находим эти обетования? Что ж, ответ прост. Мы обретаем их в Царстве Божьем. Теперь посмотрите 22 стих. Сейчас он получил немного, как мы видим, чудо в подтверждении его учения. 22 стих. «Тогда привели к нему бесноватого». Как видите, его сражение не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего. Итак, «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого». И что он сделал? Никакой проблемы. Он исцелил его. Вот для чего он пришел в первый раз. Принести индивидуальное исцеление таким людям, как вы и я. Неважно, какая проблема. У Бога все возможно. Итак, здесь сказано. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Заметьте результат. 23 стих. «Все толпы». Независимо от происхождения, каждая из этих групп следовали за ним. Они изумлялись. Все толпы изумлялись, и они говорили, «Не этот ли?» «И вот ключевой момент. Сын Давида». Они признали, увидев чудеса, что он на самом деле обещанный Мессия. Мессия согласно пророчествам. Таким образом, мы ведем речь о царе Давиде и о сыне царя Давида. Такие вещи Мессия, сын Давида, должен был делать. 24 стих. Но опять-таки, фарисеи же, услышав это, сказали. Смотрите, что они делают. Пытаются дискредитировать то, что чтит Бога. Что делали люди? Люди хвалили Бога. Они хвалили Бога. Но эти фарисеи сказали, «Этот, он изгоняет демона». Они не могли отрицать, что демоны выходили. Но они сказали, «Этот изгоняет демона». Как? Они сказали, что он делает это, буквально тут сказано, не иначе, как силою Вильзевула, князя или правителя демона. Услышьте это. И они сказали, «Этот изгоняет демона». Да, он делает это, поскольку он в отношениях с Вильзевулом. Термин Вильзевул буквально означает «повелитель мух». Речь идет об отвратительной природе сатаны, повелителя мух. Таким образом, они пытаются дискредитировать Иешуа, Иисуса из Назарета. Говорят, что он в кахутс отношениях с сатаной. 25 стих. Но Иешуа, он знает все. Но Иешуа, зная, и вот ключевой момент, помышление их. И слово «помышление» значит, что они коренятся в желаниях, согласно которыми они мыслят. Таким образом, Иешуа знал не только то, что они думают, но и их мотивацию, их желания. А они желали в основном для себя. Зная их желания, Иешуа говорит, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И если, 26 стих, «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собой». «Как же устоит царство его? И если я силую Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши...» Сейчас он говорит о тех, кто был частью той же самой группы, но на самом деле, на самом деле они сражались против этих демонов, этих злых духов, а фарисеи, саддукеи, книжники этого не делали. Но были некоторые здесь опять часть лидеров, и они вели духовное сражение. Итак, он говорит, «Если я делаю это, то сыновья ваши, чьей силой, изгоняют». Имеется в виду демонов. Поэтому, заметьте, «Поэтому они будут вам судьями». Здесь речь о том, как те, кто сражается против демонов, используя слово Божье, изгоняя демонов истинное Писание, как они будут судьями этим лжеучителям. 28 стих. Он говорит о себе. И здесь не «если», а «поскольку». Но поскольку я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божье. Заметьте, как всегда делается акцент на царстве Божьем. Он говорит им. «Я даю вам доступ для того, чтобы вы стали людьми царства». И единственное, как это можно сделать, услышьте это. Это основано на пророчестве из книги Иеремии. Единственное, как вы можете стать людьми царства через завет царства. А этот завет царства — новый завет. Завет прощения грехов. Завет обмена, в котором Бог пишет свои слова, пишет свои заповеди, пишет свою истину на скрижалях сердца. Вот что Мессия пришел сделать, придя в первый раз. Вот что производит служение Святого Духа. Итак, он говорит. «Но поскольку я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божье». И дальше, как написано, он говорит, «Как он изгоняет этих демонов?» Он говорит, «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Затем мы прочтем тридцатый стих. А в этом стихе он говорит, что он сильнее врага. Вот как он изгоняет демонов из людей, освобождает одержимы. Тридцатый стих. «Кто не со мною, говорит он в тридцатом стихе, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает?» Таким образом, он учит здесь, что есть только один выбор. Вы принимаете решение, и какое? Или быть с ним, или против него. Промежуточной позиции нет. Вы или будете вместе с ним собирать души для царства, или же будете расточать, что значит, «окажетесь вне благих обетований Божьих». Так что, это местописание нетрудно понять. Слово Божье говорит прямо. И поэтому вопрос тут не в том, понимаю ли я это, но вопрос такой, смирю ли я себя? Буду ли применять эту истину в моей жизни, чтобы мне оказаться верным и стать слугой живого Бога? А если вы сделаете так, это значит, что вы вступили в духовное сражение. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.